На территории Куржской косы расплодились косули и кабаны. Ежегодный шумовой прогон животных восьми пробных площадок позволил посчитать численность обитателей парка. Ежегодный шумовой прогон животных восьми пробных площадок позволил посчитать численность обитателей парка. По состоянию на март текущего года в парке осталось 9 лосей, в прошлом году их насчитывалось 13. В пресс-службе национального парка прокомментировали, что сокращение численности копытных связано с антропогенным воздействием. Лоси попадали под колеса автотранспорта. В то же время в парке стало больше косуль, 102, кабанов, 57, пятнистых оленей, 44. Уменьшилось число лисиц, бобров, зайцев, русаков, но выросло число инотовидных собак, горностаев, норок, андатор, хорьков. Животных подсчитывали на подкормочных, площадках, кормовых навесы и других местах скоплений. Сотрудники парка просят не выгуливать на куржской косе собак, поскольку они пугают бельков и отдыхающих тюленей и не подкармливать животных. Сообщил Калининград.ру Ранее сообщалось, что на куржской косе штрафуют туристов, пытающихся подкармливать диких животных. Продолжение следует... Продолжение следует...